Приветствую вас, уважаемые коллеги. Наше предприятие находится в Азове Ростовской области. Работаем по трем направлениям производства. Два из них относятся конкретно к производству сельхозтехники. Первое – это производство под заказ деталей для импортной техники. Ремонт узлов, таких как редуктора, импортных тоже. Но самое главное – это производство инъектора корневой подкорки под брендом ОСА. Здесь у нас линейка из пяти машин. Разница чем, что захват от 9,5 до 15,5 метров. И разница в емкостях – это 4,6,8 кубов. Технология внесения жидких удобрений получила название «Култан». Тоже импортное слово. Что это означает, чтобы вы понимали, если кто-то в интернете будет искать. Зачитаю выписку. Технология «Култан» – это долгосрочное контролируемое потребление аммония. Предполагает создание депоазотных удобрений в аммонийной форме, невымываемых из почвы с осадками и питающих растениях на протяжении всего периода вегетации. Эта технология особенно интересна для «Наутила». Почему? Поскольку она прокалывает почву, вот иглы прокалывают почву и вносят одновременно удобрения. То есть проходит аэрация насыщения кислородом почвы. Применяется как по использованию с кассом по весне, так же и можно ЖКУ осенью вносить. Результаты из опыта тех предприятий, сельхозпредприятий, которые начали работать нашей техникой или же другой техникой. Вот импортная была, такие как фирма «Дюпорт», «Ликвелайзер». Есть другие производители, кроме нас. Ну мы, конечно, лучшие. Это понятно. И по азимым, применяется по азимым и по пропашным. Пробовали по кукурузе, пробовали по подсолнуху, пробовали по свекле в этом году, закладывали опыты. Вот «Доминант» есть такая большая фирма «Агрохолдинг». У них в основном мы в Липецкой области, по пшенице, потом мы в Краснодарском крае по свекле и по пшенице. По подсолнуху пару лет назад работали в Ростовской области, Кошарский район. Предприятие «Октябрь» называется. Тоже хорошие были результаты. Какие еще предприятия испытали и проводили. Уже не первый год закладывают опыты с нашим участием, отслеживаем. Это в Ростовской области «Октябрь», потом Матвеево-Курганский район, Неклиновский район плотно уже работают. По этим технологиям. Сальский район в Самарской области в этом году по «Наутилу» работало предприятие. К сожалению, не записал. Могу, кого интересует. У них прибавка была 7 центеров. Там фермерское хозяйство. Порядка 5-6 тысяч земли у них довольны остались. Теперь в Воронежской области это… Агротранс там есть такое серьезное фермерское хозяйство в Кантемировском районе. Ставропольский край по «Наутилу» в Кировском районе хозяйства Калинина. Ну и естественно в Ставропольском крае агрохолгинг «Степь». Он массово начал применять эту технологию. Сначала они купили несколько машин у нас, потом начали выпуск даже сами, освоили у них есть свои заводы. Но как показатель это у «Труно». Здесь уже несколько раз говорили о «Ипатовском районе». Там как раз находится большое предприятие. Они очень довольны работой этой технологией. Ну Краснодарский край, конечно, по традиционным технологиям. Это вот Староминский район, Щербиновский район. Больших результатов у нас там добивается. Есть хозяйство семеноводческое, СКИФ. Они такие творческие специалисты и закладывают много опыта. Вот знаменитый засухой, 20-й год. У них в сравнении с другими полями доходило 15-20 центров превышение. И при урожайности до 70 центров. Вот тот же Кашарский район в прошлом году. Было после подсолнуха предшественник вносили КАС. Потом его не хватило. Ну КАС вот именно этой технологией полполя не внесли. Сделали сравнение. Там, где не хватило 20 центров с гектара. Там, где применялось 30 центров с гектара. Ну вот такие вот примеры. Продолжаем закладывать опыты. Продолжаем совместно. Конечно, предприятиям одним тяжело это делать. Нужно совместно вести работу с сельхозпредприятием. И наблюдать. Потому что игра не должна быть в одни ворота. Иногда специалисты не очень заинтересованы. На собственников выходить не всегда в больших предприятиях удается. Поэтому нужно внимание, я думаю, со стороны собственников. Тогда будет, в общем, поинтереснее. Что касается качества от попшеницы. У нас был случай, в Щербиновский район. Это есть, может кто знает, есть такой город в Краснодарском крае. Там Щербиновский район. Машина номер один у нас. Тоже, по-моему, 20-й год был. Взял одно хозяйство. И у них была на тот момент троечка твердая. С хорошим протеином. И на паи они покупали у фермеров даже зерно, чтобы отдать пайщикам. И еще раз вернусь к Кашарскому району Ростовской области. Это Вешенская, Миллерова. Если кто-то, наверняка все слышали, где это находится. Вот этот год, 20-й, по-моему, на 21-й засушили. Там вообще хотели перепахивать. А зимой пшеницей, когда... А, кто просил, что минута? Ну, 10 секунд. И там оказалось, что спасли поля от перепахивания. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.